Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собственно, я доехал до Стамбула, долетел, доехал. Сбросил вещи в отеле, поскольку у меня еще заселение нескоро, я пошел прогуляться немножко. Осмотреть окрестности, так сказать. Я вам немножко покажу. Вот такие вот тут домики. Какое-то прям чудо техники Ситроен. Никогда таких не видел. Прикольный. В общем, я очень долго шел и, кажется, я дошел до своей цели наконец-то. Тут какой-то что-то вроде парка с кучей спортивных площадок. Тут футбольная площадка, еще одна футбольная. Там пляжный волейбол, настольный теннис, большой теннис. А вон там я вижу, вон там вот, вода, море. Артест на набережной есть то ли беговая, то ли велодорожка, где я буду либо ездить на велосипед, либо бегать. А вот впереди океан, океан, море. Тут очень много кисиков. Не съешь меня кисиков. Для котиков похоже. А может быть еще и для птичек. Да, это такой. Кошачий питомник. Почему я гуляю в этом парке? По этому парку, называется Коломы-Сатюр-парк. У него проходит такая набережная. Здесь есть скейт-парк. Все спортивные площадки, детские площадки, даже собачьи площадки. Класс. Повсюду котики и вот эти птицы. Вот примерно вот на таких вот яхточках я тренировался в строгино. Только они были не моторные. А вон там справа какой-то большой-большой стадион. Очевидно, это главная футбольная арена здесь. Ура! Я наконец-то заселился в номер. Сейчас пойду в душ. Вот мои хоромы с тремя кроватями. Маленькая кухня. Здесь велосипед. Долетел в целости и сохранности, я надеюсь. Коробку еще не распаковываю. Ну, и тут у меня какой-то вид, скорее всего, на дорогу. Посмотрим. Да, вид на дорогу. Ну, там веспочки еще стоят. А так ничего особого, вон светит солнышко. Мы пришли по завтраку. И поработать. Вот таким вот. Вот это мечеть Ай-София. А вот там голубая мечеть. Или... Как называется голубая, я говорю. Аль-Ахмед? Аль-Султан? Султан Ахмед. Султан Ахмед, мечеть. Флоп, мне с местными названиями. Потрясающая очередь, где-то на 2 километра до Ай-Софии. Не, 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 не. Потрясающая очередь, где-то на 4 километра до Ай-Софии. И. Да, на 3 километра до Ай-Софии. И. И. Продолжение следует... Продолжение следует... Гуляем в Истамбул, здесь такой вот мостик, на нем куча рыбаков, снизу там под мостом куча рыбных ресторанов, кафешек и всяких таких штучек. А сейчас прикольно, на мосту можно парковать машины. Гуляем в Истамбуле, кажется самое главное, это киски. Спускаемся с горы вниз к Босфору и у нас там стоит огромный океанический лайнер. Вот он. Не знаю, у этого лайнера, по-моему, палуб, мне соврать, в 8. Маленький небоскреб на воде. Паркуется лайнер, а перед парковкой лайнера еще целый аргумный торговый центр. Ты когда едешь на лайнер, туда есть бургерки и какого-то остального. А вот там вот музей из современных искусств, кажется, что здесь на киски, он был модерн. Очень далеко, вон там радужная лестница. Я по ней пройдусь когда-нибудь, может быть, на днях. Вот это кораблик. Очень большой и очень красивый. А это мы идем, тоже красивые, но не такие большие. Так, сегодня в Стамбуле дождь и ветер. Вот там вот сзади Ай-София. Вот, красивая. А сейчас сзади вот ворота, мы идем во дворец Топ-Капы. Прекрасное место. Сейчас узнаем, что там внутри. Вообще, я в Стамбуле уже неделю. Скоро будет подробный отчет. Из полезной информации. В Стамбуле можно купить карту местная тройка. Называется Истамбул карт. Стоит 50 местных лир. И на нее можно класть деньги, чтобы кататься на любом общественном транспорте. К общественному транспорту относятся трамвай, метро, поезд и паромы. Паромы очень легко упрощают жизнь, помогают переходить, перемещаться по городу. Потому что с азиатской стороны на европейскую сторону можно переплыть на пароме, на метро, на автобусе. А пешком нельзя. Если наехать на такси, то придется еще заплатить заплатную дорогу. Среди главных впечатлений о Стамбуле очень светская страна. Какая страна? Стамбул не страна, а Стамбул город. Во-первых, он очень светский, здесь очень интересные люди, очень открытые, добрые. И что еще прикольно, он огромный. Для сравнения, площадь Москвы 2,5 тысячи квадратных километров. А площадь Стамбула 5,5 тысячи квадратных километров. Пытаешься здесь, когда ходить пешком, просто расстояние нереальное. За день легко можно пройти 35 тысяч шагов, 45 тысяч шагов и особо никуда не уйти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. На удивление, хоть Стамбул находится и на воде, но он еще и догорит. Тут повсюду горы и лестница. Какой-то безумный градиент. Вообще, очень весело в Стамбуле подниматься неизвестно куда, а мира хотя бы ждет сюрприз. Просто входим и впитываем местный колорит. Вот так вот, чуваки. Тяжелая работа. Да. Непростая работа. А вот и сюрприз, что там было в конце этой горки. Галатская башня. Естественная очередь. Почему-то на все достопримечательности сейчас очередь. Когда я был здесь в прошлый раз, тут не было вообще очередей. Может быть, конечно, дело в том, что сегодня воскресенье. Либо дело в том, что в Стамбуле очень много людей. Модных, красивых. Мы зашли на гору, а оказывается, на гору можно было подняться на фуникулёре. Кто бы знал. Я думал, фуникулёру написано 150 лет. Очень круто. И очень атмосферно. Стать на этот фуникулёр, фуникулёр подходит в тот самый билет, что и на метро. Субтитры делал DimaTorzok Все люди разбирались по радовым сторонам, и трамвай поехал дальше. Прикольно. Ну вот так эта улица выглядит вот дальше. В Стамбуле нашёлся вот такой вот собор. Готичный. Обожаю архитектуру. Колонны, арки, своды. Это вообще моя слабость. Пробыв в Стамбуле пять дней, я уже думаю, что мог бы здесь жить. С первым днём, мне кажется, всё больше и больше. Это очень прикольный город. Кстати, в Стамбуле можно без визы находиться 60 дней. Потом можно выехать из страны и находиться сюда ещё 30 дней. Ещё из интересных моментов. Здесь можно получить ВНЖ. Чтобы получить ВНЖ, самое главное условие, надо заключить договор на аренду жилья. Когда дадут ВНЖ на время аренды. Кстати, пиво жутко дешёвое. Стоит всего лишь 50 лир, на русские деньги это 150 рублей. Да, красивая тень. Вот от этой небольшой мечети. Так, наша цель на сегодня первая. Найти Гранд Базар и пройтись в него. Второе, ещё раз дойти до Ай-Софии, уже, наверное, в четвёртый раз или в пятый за этот отпуск непредвиденный. И попробовать в неё попасть, потому что до этого там были безумные очереди. Восточные рынки – это что-то сказочное. Просто небывалые. Небывалые рынки. Продолжение следует. Мы ждём. Сейчас наша цель дойти до грамм базара и покушать сладостей с чаем. Я постараюсь не забыть на этот раз снять еду. Мы зашли до грамм базара, наверное, здесь есть все. Ногами чистыми. У него просто такой заведено. Вон там что-то подвесит. Да, и там выход. Или выход? Нет, выход. И там выход, наверное. А вход туда. Угу. Знаете, люди мне подсказывают, что при входе в мечеть надо ноги помыть вот здесь. Я-то не знал. Тут большая главная площадь, которая знаменита тем, что она очень большая, старая. С нее есть выход в ту сторону, к гран-базару и базарам. Вот там сзади старая мечеть. А вот здесь вот большие ворота в Стамбульский университет. Сейчас мы туда пойдем. Местное блюдо на площади. Кукуруза и каштаны. Это цистерна базилика. 500-й год нашей эры. Подземное водохранилище. Римская империя. Десять тысяч квадратных метров воды здесь могло вместиться. Десять минут на площади. Агр מ-м. Т.е. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снаружи столики стоят заводилы, которые всех приглашают... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...